Дорогие коллеги, дорогие пациенты, уже есть видео на канале на эту тему, но, к сожалению, проблема остается неразрешенной. На протяжении многих лет, я думаю, что 90 с лишним процентов всех женщин, которые приходят в консультативную поликлинику больницы Боткина с циститами, это женщины в менопаузе. И, как правило, у них очень типичная история попыток лечения этого цистита. Обратите внимание на эту фотографию. Женщина с 68 лет собрала все препараты, которые использовались для лечения цистита на протяжении 3 лет. Честно говоря, в этой ситуации больше всего удивляет упорство, с которым доктор снова и снова и снова назначает антибиотики. И я смею предположить, что таких женщин с циститами, которым он не может помочь, у него достаточно много. Почему же так происходит? Давайте посмотрим, как выглядит слизистая у женщины репродуктивного возраста, ну, скажем, 25 лет справа, и как выглядит слизистая у женщины в менопаузе, которая на рисунке показана слева. Мы видим, что слизистая в менопаузе, она истончена, она этрофирована, очень близко расположены сосуды, легко такая слизистая кровоточек. Самое главное, отсутствует глюкоза, аминогликановый слой. То, что нарисовано вот серым, это слизь, которая как гель покрывает мочевой пузырь и в норме является основным фактором защиты от бактерий. Если мы дадим антибиотики женщине с острым циститом в 25 лет, то мы поможем быстрее избавиться от инфекции, а дальше слизистая будет уже бороться с инфекцией сама, без нашей помощи. У женщины в менопаузе эта способность бороться самостоятельно с инфекцией утращена. Назначаемые антибиотики дают очень кратковременный результат. Это может быть 1-2 недели, иногда женщина рассказывает, что в процессе приема препарата наступает улучшение, буквально день-два после окончания курса и все симптомы возвращаются. Поэтому с помощью антибиотиков цистит у женщинами на паузе вылечить невозможно. Единственным способом лечения цистита является восстановление слизистой с помощью препаратов, которые содержат эстрогены. Эти препараты существуют на рынке уже больше 40 лет. Они безопасны. Во многих странах они продаются без рецепта и даже не требуется консультация врача. Они не требуют наблюдения гинекологам, допустим, в процессе лечения. Но достигается эта безопасность тем, что самих гормонов, самих эстрогенов в этих препаратах крайне мало. Я обычно рекомендую запастись терпением и в течение 1,5-2 месяцев использовать эти препараты ежедневно. Затем переходя на поддерживающую дозировку, то есть одна свеча или одна доза крема, допустим, авистин, 2 раза в неделю. Допустим, вторник и пятницу. В таком поддерживающем режиме, 2 раза в неделю, эти свечи должны использоваться постоянно, месяцами, годами, для того, чтобы не возвращался цистит, для того, чтобы поддерживать слизистую мочевого пузыря в нормальном состоянии. Если мы в течение вот этих 2-3 месяцев до стабилизации процесса наблюдаем опять обострение цистита, естественно, можно использовать антибиотики. Я обычно даю вот такую листовку. Здесь указано 4 группы препаратов, которые могут быть использованы для лечения цистита, при этом подчеркиваю, что основное лечение – это использование гормональных препаратов. Можно использовать БАДы, допустим, Уранекст. При обострении можно использовать антибиотики, либо из вот этого списка, либо в соответствии с посевом мочи, если таковой имеется. И на последнем месте я поставил Ороваксон. Всегда говорю, что он на последнем месте и в скобочках, поскольку это вакцина против кишечной палочки. Она может быть очень удачным препаратом у женщины репродуктивного возраста, допустим, 20-30 лет с рецидивирующими циститами, но для женщины в менопаузе этот препарат, скорее всего, никакого эффекта не даст. Ну и, пожалуй, последнее замечание. У некоторых женщин с многолетней историей атрофического вагинита и атрофического цистита любые свечи могут вызывать раздражение. В таком случае я обычно рекомендую свечи на какое-то время отложить в сторону и купить авистин-крем и аккуратно наносить его вокруг мочеспускательного канала в течение 2-3, может быть, 4 недель. Этого будет достаточно для того, чтобы слизистая уже восстановилась и не так болезненно реагировала на свечи. Свечи, конечно же, удобнее, стандартная дозировка, легко ставить, поэтому в идеале, конечно же, пользоваться свечами. Еще раз повторюсь, с помощью антибиотиков, с помощью инстилляции каких-то препаратов вылечить без эстрогенов цистит у женщины в менопаузе невозможно. Те женщины, которые говорят, а как мне лечиться без эстрогенов? Я говорю, пожалуйста, возвращайтесь к тому же режиму приема антибиотиков 2-3 раза в месяц, как вы делали до этого. Других способов, к сожалению, бороться с циститом в менопаузе нет. И последнее, по-прежнему самый легкий способ связаться со мной, это написать мне на WhatsApp по вот этому номеру. Отвечаю всем сам.